Итак, мы с вами продолжаем изучать книгу великого учителя еврейского народа Рабейну Ашера Роша. И сегодня мы прочитаем, может быть, одно из главных поучений, потому что великие мудрецы говорят, какая есть маленькая фраза, в которой заключено всё. И я читаю. Не забывайте Творца, давшего вам жизнь, помните о нём на всех ваших путях, ведь он всегда рядом с вами. И тут же то, что потом использует Шулхан Арух Рабьёсов Каро, выдержку из книги Рамбама «Путеводитель заблудших» Море Невухим, сказано так. Не так сидит человек, движется и ведёт себя, когда он один дома, как бы он сидел, двигался и поступал в присутствии великого царя. И не так он говорит и ведёт себя в присутствии своих родных и домочадцев, как бы он говорил перед лицом царя. И поэтому тот, кто жаждет достигнуть совершенства возможного для человека, должен пробудиться от сна и осознать, что находится рядом с ним и близок ему всегда. Владыка более великий, чем все земные цари, даже такие, как Давид и Шлом. Итак, это то, что говорит Роша. Человек иногда вспоминает про то, что он перед Творцом. Люди, которые готовятся к молитве, они перед собой видят эту строчку. «Шевики Ашем Ленигди Тамид» – то, что написано в псалме царя Давида, представляют Творца напротив меня постоянно. И когда человек в молитве Шмунайсеры делает первые три шага, он должен вспомнить, что вот так входил в святое святых, первосвященник Коэн Гадоль, самый святой день года в Йома-Кипуре. А когда он склоняется и отходит, он должен понять – я выхожу из этого места. Это цитата, которую цитирует Роша. «На всех твоих путях постигай его». И с этого начинается служение человеку. С этого начинается первый путь. Я хочу вам сказать, что мы прочитаем то, с чего начинается 14 книг Рамбама, великого орла, учителя всего еврейского народа. И первая книга называется «Сефар Мада». Книга в современном еврейском языке, это переводится как «Наука». Давайте представим себя, с чего начинается еврейская наука. С постижения того, что есть первопричина всего мира. И я не могу удержаться, чтобы не процитировать вам это. «Исот а исодот, ваамут а хохмот, лейда, шееша мацу и решон, вэгу мамцы коля немца». Основа всех основ и столб мудрости – знать, что есть первопричина всего. «И он сотворил все то, что есть в реальности». А дальше я просто переведу. «И все сотворенные от небес до земли, и то, что между ними, они находятся, но только из-за истинности его существования». «А если придет кому-то в голову, что его нет, ничто в мире, никакая другая вещь не могут существовать. А если придет кому-то в голову, что все то, что сотворено, исчезнет. Только он один будет существовать, и не будет отменено его существование с отрицанием, ну, с их исчезновением. Почему? Потому что все то, что существует, оно нуждается в нем, а он, благословенно его имя, не нуждается ни в одном из них. Поэтому истинность его существования неподобна истинности существования ни одного из них, из сотворенных. И это то, что говорит пророк. Творец всесильный – истина. Только он – абсолютный имет, абсолютная истина. И нет ни у кого другого истинности существования, подобного ему. И это то, что говорит Тора. «Эйн од мили вадо» – нет никого и ничего, кроме него. Никто не обладает истинностью существования, кроме него. И это то, что называется первопричина всесильный мира, господин земли. Он управляет всем сотворенным силой, у которой нету границы и нету завершения. И все творение постоянно находится в движении, и невозможно, чтобы оно находилось в движении без того, кто приводит его в движение. И только он, благословенно его имя, движет всем этим, без руки и без тела. И знание этого – это повелительные заповеди из Тары, как сказано, «Анухи Ашем и Локейха». Первая заповедь, которую мы слышали с горы Синай. «Я, Бог всесильный Твой, который вывел Тебя из земли египетской, из дома рабства». А каждый, кому придет в голову, что есть какой-то другой управляющий, кроме него, нарушает запретительную заповедь. Как сказано, «Лёй елиха и логим ахирим аль панай», чтобы не было у тебя никаких других божеств перед моим лицом. И он отривцает основу, потому что это великая основа, на которой построено всё, на которой держится всё. Мы прочитали первые шесть параграфов первой главы книги Мада. И она называется «Законы основ Торы». А теперь откроем первую главу второй книги, которая называется «Законы о идолопоклонстве». И я хочу повторить, что, может быть, многие из вас это знают, с чего всё началось. Уже так пишет Рамбом в первой главе этой книги. Уже во времена Эноша, а я напомню, Энош – это сын Шета, третьего сына Адама, от которого, от которого был построен весь мир. Каин убивает Авеля. Все потомки Каина, за исключением, может быть, по одному мнению, жены Ноха, погибли в потопе. И вот, от кого же происходит Нох? Он происходит от Шема. Нет, извините, Шем – сын Ноха. А Нох происходит от Эноша. И в современном иврите человечество называется Энушут. Это третье поколение от Адама. Адам Шет Энуш. И вот, пишет Рамбом, что уже во времена Эноша человечество совершило маленькую ошибку, которую здесь он говорит, великую ошибку. Что они подумали? Мудрецы поколения. И Энуш был среди них. И в чем же заключалась его ошибка? Они сказали, так как Творец сотворил звезды, созвездия, солнце, луну, и через них происходит управление миром, они находятся как бы на вершине мира, на небе. Как министры, которые перед царем требуются почитать их, давать им почет, и в этом заключено желание Творца почитать своих приближенных. И, так как пришла им в голову эта мысль, начали строить капища в честь звезд, в честь созвездий, и приносили им жертвы, и прославляли их, и преклонялись перед ними, чтобы через них достичь почета и всего того, что им нужно было. И в этом заключалась основа идолопоклонства. И так мир как бы шел по такому пути, ложному, и встали уже пророки, и говорили, такая-то звезда сказала мне, что нужно так-то делать, а такое-то, я не знаю, созвездие сказала то-то, то-то. И так как прошло много дней, имеется в виду лет, был почти забыт Творец, могучий и страшный, среди людей, и люди его не знали. И служили мужчины, женщины и дети, служили всяким изображением звезд, созвездий, планет. И никто не знал, почти никто не знал Творца мира. Но только единицы, такие как Ханох, Метушелах, Нох, Шем, Эвер. И по этому пути крутился, как бы шел мир. Пока не родился, я прочитаю, Аму-до-ше-лю-лам, Столб мира, Шегу Авраам Авину, наш братец Авраам Авину. И когда он подрос, он начал обдумывать, а он еще маленький и ребенок, и думал об этом и днем, и ночью. И очень важный вопрос занимал его, как это возможно, что вся Вселенная, все звезды, галактики, Земля находятся в непрерывном движении, без того, чтобы кто-то управлял им и направлял его, что невозможно, чтобы они двигались и находились в движении сами по себе. И вот это я хочу прочитать. И не было того, кто бы его этому обучил, или кто бы передал бы ему это знание. Но он был погружен в Ур-Каз-Дим, среди идола поклонников глупых. Но сейчас это, если бы у каких-то других народов говорили про родоначальника народа, следующую бы строчку вычеркнули бы редакторы несомненно. «Ва-ви-вэймо, вэ-коля-ам, ов-дим-ава-да-зара, вэ-гу-а-я-о-вэ-дим-а-эм, и отец его, и мать, и все люди его поколения служат идолам, и он среди них. Но его сердце беспокоится и обдумывает, пока он не достиг понимания истины. И познал, что есть первопричина всего. Элока-эхат. Всесильно один. И он управляет всей вселенной. И он сотворил все. И нету во всем сотворенном никакого божества, кроме него. И он познал, что все люди его поколения ошибаются. А причиной этой ошибки была вот та первая ошибка. и служили звездам, и всему воинству небес, и истина была утрачена и из мира. И дальше Рамбам говорит удивительную вещь. То, что в нескольких местах Талмуда написано по-другому. И вот ему было сорок лет, когда он постиг творца. Тут же Райвет, он задает вопрос, ну как, в Талмуде, в трактательной Дарим тридцать второй лист написано, что не сорок лет, а в три года постиг творец, творца Авраам. Ведь сказано так, Экев Ашер-Шама Авраам из-за того, что слушал Авраам мой голос. Экев числовое значение 172. Значит, когда услышал мой голос и постиг меня Авраам учит Талмуд, он умер, ему было 175 лет, значит, в три года. И на этот вопрос отвечает Кэсов Мишны, Равьосов Каро. И что он говорит? Он приводит высказывания наших мудрецов, как возможно ответить на вопрос Райведа, что и то, что говорит Рамбом, что в 40 лет постиг Авраам Творца, а с другой стороны Талмуд говорит в три года. И он отвечает это так. начал постигать Творца и обдумывать это в три года, а постиг в 40 лет. С другой стороны, сказано в Талмуде, что Нефеша Шерасуба Харан, когда 75 лет выходит Авраам из Харана и идет в землю Кнан после первого пророческого откровения Творца, ему в этот момент 75 лет, а когда он начал в Харане, что это значит души, которые сделали в Харане, Раши, объясняют ученики, которых они ввели под крылья присутствия Творца, которым они открыли веру в единого Творца. Это их ученики. И Талмуд говорит, что Аврааму было 52 года, когда он открыл бейт-мидраж веры в Харане. И Авраам мегаер дворим в эссарам и гаер окнашим. Перевести вводит в еврейство мужчин, а Сара женщин. И с этого момента, когда Аврааму исполняется 52 года, начинается в мире новый отсчет времени. Ведь так говорится в нескольких местах Талмуда, что весь наш мир рассчитан на 6 тысяч лет. Первые две тысячи лет это хаос и отсутствие формы, толку во Богу, вторые две тысячи лет это двухтысячелетие Торы, и мы находимся уже 1779 лет последнем двухтысячелетии двухтысячелетии Машех. Так вот, Авраам рождается в 1948 году от сотворения мира, и когда ему исполняется 52 года, вот он открывает вот этот бейт-мидраж, а до этого он переходил с места на место, делал семинары про еврейство, то, что делает организация Арахим и другие организации, объяснять человеку, в чем его ошибка, если он думает, что мир существует сам по себе, или есть какие-то добрые силы и злые силы, которые управляют, или есть какой-то еврей, которого убили, умер, шмумер и так далее, он искупил всех, вы понимаете, или был только один пророк, который все понял, и сколько последователей у него во всем мире, Рамбом пишет, зачем пришел Иушуа Ноцри, основатель христианства, и этот сумасшедший, он имеет ввиду Ишмаэля, две мировые религии. В послании в Йемен он говорит, для того, чтобы научить все человечеству двум вещам, знанию о том, что есть Творец мира, и о том, что должен прийти царь Машех, и все эти потоки крови еврейского народа, то, что мы на протяжении веков в этом последнем четвертом изгнании у сыновей Исава, которые возвели одного еврея и сделали его божеством, и в наши дни, когда, по мнению многих великих мудрецов, мы находимся в последнем пятом изгнании, которое присоединено к изгнанию Исава, это у потомков Ишмаэля, даже на нашей земле, все это пришло для того, чтобы отодвинуть народы мира от идола поклонства, чтобы они знали, что есть единый Творец, и то, что Творец приведет весь мир к цели. Когда придет наш царь Машех, когда соберутся евреи со всех четырех концов земли, когда будет восстановлен наш храм, который уже будет никогда не будет уничтожен, и воцарится царство Творца на земле, чтобы это было поскорее в наши дни. так вот то, что говорит Роша. Не забывайте Творца, давшему вам жизнь. Помните о Нем на всех ваших путях, ведь Он всегда рядом с вами. С чего все начинается? Сознание о том, что есть Тот, кто сотворил мир, Тот, кто каждое мгновение творит его постоянно, и тот то приведет мир к той цели, которую только Он постановил. А все то, что сотворил Творец в мире, Он не сотворил ни для чего другого, кроме как ради того, чтобы проявилась его слава в мире. Но через кого может проявиться слава Творца в мире? Через того, кто добровольно принимает на себя его царскую власть. Это то, что мы должны иметь в виду, когда мы говорим эти шесть слов «Шема Исраэль ашем илокейну ашем икат». Слушай, Израиль, Бог всесильный наш, Бог один. Что мы должны иметь в виду? Не то, что Он один, а не два, не то, что Он настоящий, а другие нет. Мы должны иметь в виду «Эйн от милеваду», то, что пишет Рамбом в законах. нет никого кроме Него. Что значит на самом деле по глубинному пониманию только Он абсолютная истина, а все сотворенное это только истинность их существований относительно, только потому, что Творец хочет, чтобы я был, я сейчас сижу здесь, надел галстук, даю этот урок. И так весь мир, который управляется Творцом, и моя великая задача идти по пути наших братцев, Абрама, Ицкака, Якова, которые проложили эту тропинку для всех своих потомков. И это то, что пишет Рожь. Помните о нем на всех ваших путях, ведь он всегда рядом с вами. на всех ах, и нерву, нерву, по нерву, и по